Александр Мартыненко в нашем эфире, генеральный директор Интерфакс Украина. Александр Владиленович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, а военный переворот, бунт внутри армии России, он возможен сейчас, учитывая то, что армия оккупантов настолько разнородна? Наемники, зэки, регулярная армия, мобилизованные из разных уголков этой большой России, несколько частных военных компаний. Мы не раз говорили о внутренних разборках среди военных России, но главное, никто из них не хочет быть крайним, отвечать за провалы, отступления, но придется. Это может перевести к перевороту и ускорить распад, о котором говорят в Financial Times? Нет, вы знаете, к перевороту может, безусловно, привести, причем больше того, мне кажется, наиболее реальное развитие событий по сравнению с революциями всякими. Все-таки народ в России не субъектен, и субъекта никогда не было, да и не будет, наверное. А вот те, у которых есть управление войска, да, эти могут. Но там вопрос даже не в том, что там отвечать за что-то, никто ни за что не будет отвечать, они плевали на всех. Но власть, власть, вопрос-то власть самый главный. И на самом деле у того перспективы власти, чем больше, тем лучше, тем больше у него войск. Это сейчас, потому что поскольку Россия вышла из всех этих, знаете, из стратегии развития демократических обществ, где лечь идет о выборах каких-то, ну выборов давно уже нет. Вот, но в принципе понятие законности какой-то, да, какого-то порядка, а ведь все это рухнуло, собственно, 24 февраля. И поэтому все прекрасно знают, кто сильнее, тот и прав. А кто сильнее? У кого больше танков, БТР, БМП, самолетов? Тем более, что действительно сейчас они есть не только в регулярной армии, а и у частных компаний. Пока одно, и потом появится еще парочка каких-нибудь. Нет, ну вот у Шойгу своя уже компания Патриот. Ну да, вот, а потом, не надо забывать, что в России очень много и так военизированных подразделений, не считая частной компании. Например, там у каждого силового ведомства есть своя маленькая армия, а некоторых немаленькая, между прочим. Я имею в виду, например, там ФСО, это Федеральная служба охраны. Многие забывают там службы внешней разведки, у них, в общем, бригада целая стоит в Ясенево. Поэтому то, что очень много людей, очень много таких субъектов, у которых очень много всего стреляющего, ползающего и всего остального бронетехники. Да, и поскольку речь уже идет о жизни после Путина, безусловно, они все уже думают об этом, какой она будет жизнь и где там пристроиться. Так вот, ключ к этой будущей жизни – это в бронетехнике и в самолетах. И чем он больше, тем больше рейтинг этого кандидата в следующий лидеры страны. Поэтому это, мне кажется, да. То есть разборки предела Садового кольца, как обычно в России это бывает, это наиболее такой вероятный событий в будущем. Вы знаете, мы сегодня говорили о том, что влияние Путина слабеет стремительно, что действительно вот эти межклановые сейчас начинаются какие-то разборки, но в то же время пока еще они все находятся в зоне контроля Путина. И он, как надо признать, человек с большим опытом КГБшным, он умеет вот эти вот за ниточки всех дергать. Тут он Мишустина поднял, тут Медведева избалансировал Мишустина, здесь Пригожин, который вроде бы вырос, но на Медведева сейчас был скандал, как он его унизил публично. Ну, потом Пригожинцы Шойгу, Шойгу теперь конкурирует с Пригожиным, но так или иначе они все вот под этим вот кремлевским ковром Путина контролируют. Когда они могут, вот что должно стать вот этим спуском послужит, чтобы кто-то действительно позволил себе гораздо больше, чем ему прописал Путин в этой пьесе? Ну нет, вы знаете, вот создание всех этих негосударственных армий, это на самом деле путь, конечно, к развалу государства. Это четко надо понимать, это не мы придумали, это давно уже известно. Как только появляются всякие такие разные непонятные вооруженные формирования, все государство таковое, оно исчезает. И это просто естественный ход событий, потому что в один прекрасный момент человек поймет, господи, его там разводят кто-то, какой-то Путин, зачем он нужен для развода, когда у него есть там 1100 солдат, там 200-300 танков и БМП, он должен спокойно взять эту власть. Или неспокойно, или в боях с кем-то другим. Но тем не менее, это приз, это власть. А власть в России, как известно, она находится в пределах Садового кольца. Все. Все остальное, вся остальная страна просто наблюдает за тем, что там происходит. Поскольку никакой регион уже не субъектный. Давно уже, да, люди не субъектные, поскольку они опущены до уровня населения. Поэтому кто в Кремль зайдет или заедет на танки Т-72, тот и царь. Поэтому это же очень большой соблазн, понимаете, когда у вас все это есть, а тут, если у нас сидит кто-то, кто туда разводит, сюда разводит, у которого на самом деле лично у него-то ничего нету. Он-то всем, я имею в виду Путина, он всеми этими вооруженными силами управляет через посредников. Ну, посредники, я имею в виду Шойгу, там где-то Герасимов, Суровикин, Пригожин, Нарышкин и так далее. А лично у него-то ничего нет. Он просто человек. Ну, там охрана, имеется в виду, да, пару тысяч. Я не знаю, сколько там у него. Это то, чем он реально управляет. А все остальные, это уже через людей. Так вот, когда эти люди поймут, что на самом деле это они управляют, ну, Пригожин, проще всего, потому что он действительно нанял всех, только лично. Что это они, у них эта сила есть, а не у него. Вот с этого момента и сняться. А Росгвардия, она сейчас с кем? Ну, это бывшая ФСО, она же сейчас Росгвардия. Это тоже вопрос, потому что про Золотова, конечно, мало кто сейчас слышит. Который, собственно, командующий, это бывший охранник Путина, кто не знает. У него много охранников, самых разных, которые сейчас, там, кто-то губернатор, типа Тулы, кто-то Росгвардии. Но эта Росгвардия просто один из факторов тоже. Это тоже хорошо вооруженная сила. А может, не такая вооруженная, как Чивака Вагнера, у них там все-таки поменьше, я думаю. И той же бронетехники и всего остального, и она разбросана по всей стране. Это тоже не надо забывать. А вот она исполняет функции, в том числе охраны, госучреждений и там всего остального. То есть, на самом деле, именно спецназ Росгвардии, кстати, надо забывать, что он очень сильно потрепался в Украине, когда они эту Росгвардию заводили в первые дни, с тем, чтобы наводить порядок в этой стране. Вот они, собственно, попали под основную раздачу. И там очень много погибло людей из Росгвардии. На этом вот тоже немножко такая потрепанная. Но она, да, она считается, как бы, вот такой вот гвардией режима, гвардией Путина. Так оно или нет, бог его знает. Потому что, знаете, малейшая слабость, еще просто им нужно, рано или поздно, все они поймут, что, ребят, это у нас войска, это мы им командуем. То есть, на самом деле, любое это силовое подразделение выполняет команду своего начальника, а не президента Российской Федерации, которого они никогда в жизни не видели. И вот эти начальники, конечно, да, у них будет большой соблазн разобраться, кто из них главный. Или там какой-то союз создать против всех остальных. То есть, поэтому, когда там говорят, какого-то Патрушева, там, сына, как преемника, ну, во-первых, преемника не будет, потому что Путин будет президентом, пока он живой. А во-вторых, ну, какой Патрушев, господи, у него сколько танков-то? Ни одного. Ну, и при чем тут Патрушев? То есть, все, страна перешла в, Россия перешла в такой вот режим, режим. Ну, если хотите, гуляй поле. То есть, на самом деле, поскольку, действительно, законы не работают, ничего не работает, кругом одна ложь. А то все, то есть, имеет назначение только фактор силы. Ну, вот и все. А скажите, а как бы вы трактовали вот эту вот картинку «Одинокий Путин» в соборе Кремля? Там то ли молился, то ли думал о чем-то, то ли просто молчал на Рождество. Как-то всегда не один он был, да? А теперь один. Это сигнал кому и какой? Ну, это, на самом деле, знаете, странно, потому что мне самым было смотреть на это. Потому что все эти огромное количество технологов и пиарщиков, которые там болтаются вокруг Кремля, которые там работают и наложивают картинку, ему все. То есть, ну, у меня создалось впечатление, что, знаете, когда ему предлагали эту историю, он-то сам ни черта не понимает в этом, как он выглядит, должен там, как это будет. Ему пишут, допустим, да, вот вы будете один, значит, вот вы единственный человек. Но представить, как это в телевизоре, он не понимает. Они-то понимают все. И вот эта демонстрация на всю страну одиночества, а у меня, знаете, мне возникает впечатление, что эти все телевизионщики, которые там болтаются вокруг Кремля, они уже втихаря ему там гадости строят Путину. Это даже можно и вот эти вот перстни, да, подаренные, мы тоже обсуждали эту тему. Ну, перстни, это вообще, да, это бред, но я вот... Но это тоже пиарщики, да, которые... Я помню, там еще 9 мая, когда был парад, был такой случай, когда он, камера его там сопровождала, после парада, он там гулял везде, там пришел на могилу неизвестного солдата, а потом камера взяла его кадр со спины, и он уходил. Кадр держался секунд 15. Ну, вот вы, в телевидении, работаете, вы знаете, что так делать нельзя. Это категорически нельзя. То есть это в сознательном уме, если человек это делал сознательно, то это, естественно, такая фронта, да, это просто люди сняли уходящего Путина. Причем, я все говорю, держали этот кадр, это не случайный кадр, держали его долго, а он уходил. Ну, то есть там у меня такое впечатление, что есть люди, которым это все тоже надоело. Эту историю, они какие-то такие подножки ему ставят периодически, потому что это, конечно, одиночное нахождение в храме. Скажите, ну, а если допустить, что, ну, не совсем выжил из ума Путин, и он, допустим, все понимает, понимает, что проигрывает войну на фронте, понимает, что все поставил и все провалилось, понимает, что назревает бунт вокруг, среди военных, тотальная изоляция в мире, ни с кем он уже ни о чем не может договориться, никаких поставок вооружений не будет, люди из страны бегут и тому подобное. Он может признать поражение? Нет, я думаю, нет. В любом случае, он должен будет придумать себе какую-то победу, но реально на сегодня, мне кажется, насчет того, что он не сошел со мной, не знаю, потому что все, что делалось до того, от ответственности, скорее, скорее, мягко выражаясь, совершенно нестабильного сознания, а теперь, ну, наверное, да, он понимает, что все идет не так, что все развалится. Тут, что понимаете, какая история, раньше власть России была стабильная, вот эта стабильность, это то, чем она гордилась, и, в общем, этого она достигала. Когда началась, ну, эта власть не способна работать во время войн, она не под войны делалась, она делалась под спокойную жизнь, расценировывание бюджетов, вот, и продажу газа в Европу, а, ну, и все остальное, там, нефть и так далее. То есть вот это под что заточено российское государство? Российское государство не заточено под войну, и поэтому идет, пошел разброд, конечно, потому что куча мнений, что кто-то хочет воевать, кто-то не хочет воевать, все знают, как лучше воевать. И понимаете, что у него, вокруг него вся эта вот, вся эта каша, которая существует, она, конечно, его повергает такое уныние, да, потому что раньше-то все было понятно, все было ясно, ФСБ доложило, там, Совбез, потому что что-то нарисовал, вот, действуем по плану, ну, победили через какое-то время, и все нормально. А сейчас нет, и любое поражение, и отсутствие побед, что одно и то же, это, конечно, приводит всю эту систему, и Путина в том числе, приводит в очень неустойчивое такое состояние, состояние, ну, такое не, когда он не понимает, что, собственно, дальше делать-то. Это опасно. Можно под этой кашей выключить комфорку, вместо этого он вбрасывает и вбрасывает. Сейчас мы говорим о новой мобилизации, наша разведка. Нет, 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 ну, выключить комфорку, это не его совершенно шаг, потому что если он пошел на это, он, конечно, я думаю, будет идти до какого-то конца, желательно, конечно, его, а не всех нас, но, в общем, это действительно состояние опасное, потому что, потому что, если будет четкое понимание, что он не может выиграть войну обычными способами, а он не сможет выиграть войну обычной войной, обычной войной, и он действительно верит в это противование с Западом, а не с Украиной, а то, что он там воюет с полмира, и когда он поймет, что он не сможет победить эти полмира, то это будет опасно, потому что вот эта история с упреждающим ядерным оружием, причем не только по Украине, это не столько по Украине уже, знаете, можно все что угодно рассказывать про Соловьева, то, что он несет какую-то чушь сам по себе, там что-то придумывает, но это не совсем так, вот, а, значит, и когда он постоянно кричит, вот, значит, Францию, с отрема, с отца земли, еще раз говорю, это не совсем так, потому что основные, основные месседжи все-таки согласовываются еще пока, насколько я знаю, а тут еще в ряде телеграм-каналов, причем которые близки к ФСБ, буквально там позавчера появился текст по поводу того, что все, кто помогает Украине оружием, они считаются участниками конфликта, и поскольку они поставляют, они действительно испугались, они поставляют много, и этот последний транш, конечно, их очень здорово удавил по ним, по сознанию, вот, так вот, надо нанести превентивный, не превентивный, а именно ядерный удар тактически ядерным оружием по этим странам, которые помогают. Александр Владимирович, но здесь, наверное, должен включиться инстинкт самосохранения вот у этих людей, которые уже думают о жизни в России после Путина, те же кланы, те же вооруженные формирования, тот же Пригожин, который, наверное, не готов умирать, вот, как раз у него все, наверное, хорошо. Вы знаете, это все хорошо, да, только вопрос в том, что, собственно, кнопку, вот эту вот ядерную тактическую оружие нажимают не все вместе. То есть Пригожину, может, и хотелось бы пожить дальше, только иногда не все от него зависит. Скажут помирать, придется помирать. Вот, ну я к чему, я просто тому, что, вот, это понятно, что они пугают Запад, все это понятно, что они, что сейчас, это, кстати, будет продолжаться, сейчас эти пугалки будут все больше и больше, что вот мы сейчас ударим там по Прижу, по Берлину, по Варшаве, там еще куда-то. Вот, но, понимаете, они же тем самым, помимо того, что это пугалки, они на самом деле готовят, и насколько население-то Россия телеуправляемое, абсолютно, я бы сказал, адресировано, то они же готовят людей к этому. Вот, поверьте, еще пару раз такое скажет кто-нибудь из них, и через две недели по опросу выяснится, что там примерно 30-40% уже не против ядерной войны. А автократическая власть, она зависима от точки зрения населения. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы на пути вот этой, от кнопки до, собственно, ракеты, оказались люди, которым хочется пожить еще, а не умирать ради Родины, как было сказано. Кстати, напоминаю этот культ смерти, который у них в последнее время там появился, кто-то придумал эту ересь по поводу того, что надо было умереть за Родину, это вообще лучше, чем жить бесполезно. Вот, так вот, хочется, чтобы там были какие-то люди с чувством самосохранения, но, мне кажется, честно говоря, уверенности в этом у меня нет. И вот это действительно реальная проблема, потому что выиграть он так действительно не может. Он может, ему, конечно, желательно, чтобы кто-то нарисовал то, что он там уже победил, он что-то там захватил, он не важно что. Ну, вот они, вероятно, к годовщине войны будут намереваться всеми правдами, неправдами, силами, людьми, что-нибудь попытаться захватить. Вы знаете, эти все даты, мы уже неоднократно с этим ошибались, эти даты, годовщины, они сейчас не имеют значения, потому что есть проблемы, которые надо решить, это, собственно, вот война, которая не получается. А какой это дате, это уже не было. Была бы возможность, они бы давно это уже сделали, понимаете, не ждали бы никакой даты. Но возможности такой нет, и действительно не получается. Дальше собирать еще там полмиллиона, миллион, два миллиона, три миллиона. Но если армия не может, как мы видим, переварить вот эту первую волну, чем и Могиков, переварить, имеется в виду, интегрировать их в российскую армию, которая была до того, и сделать ее боеспособными подразделениями, потому что они так и остаются такими отдельно взятыми отрядами. Ну вот, что говорить о полмиллиона и миллионе? Это тоже, это тогда будет абсолютно неуправляемая такая вот, неуправляемая толпа. Послушайте, но ведь это же все может синхронизироваться в одно мгновение, в один какой-то день. Например, дай бог мы будем наблюдать опять какой-то сильный прорыв нашей армии, освобождение территорий. И здесь армия, которая не может переварить этих мобиков и сделать их солдатами. Потенциальные мобилизованные, которые не хотят идти на фронт, понимают всю правду, что происходит. Эти кланы, они же элиты, как угодно их можно назвать, со своими интересами, и каждый со своей армией. Ведь в какой-то момент это может все... Может. Это, кстати, действительно очень похоже на 17-й год в какой-то степени, если все на фронте пойдет, так как мы говорим. В 17-м году было то же самое. Причем там были больше успехов в Российской армии, как известно, на Первой мировой войне. Ну, как какое-то время были успехи. Потом успехи перестали быть, и началось вот это самое брожение, действительно. Потому что солдаты не понимали, о чем они там делают. И все, да, и потихоньку все это начало сыпаться. Такая опасность, конечно, есть. Конечно. Потому что еще власть, на самом деле, так или иначе, несмотря на картинку телевизора, она слабеет, российская власть. Она действительно, потому что еще раз, она не под это делалась. Не под войну она делалась. Вот эти все крики, все до фронта, все до победы. Да какой, к черту, фронт и победа? Что они могут сделать? Запустить вместо двух смен, три смены? Какой-то завод. Мне очень любят вспоминать Великую Отечественную войну. Простите, Великую Отечественную войну в течение первого года было полностью действительно переведено, вся гражданское производство было переведено на военные рельсы. Где это сейчас происходит в России? Кто это делает? Никто. Ну вот просто запускают конвейер, чтобы он работал не 16 часов, а 24 часа. Никакой перестройки на военные рельсы нет. Они ищут действительно эти деньги, за которые это все надо кормить, всю эту толпу народа, и за какие суши делать отца самое вооружение. Сейчас они там раздеребанят олигархов. Кстати говоря, появятся еще одни страдающие люди. Ригожин с такой же инициативой выступил. Нет, это будет, безусловно. Все забрать у всех и поделить. Отдать на Уралвагонзавод. Но опять же, еще появятся отдельные люди, которые потеряют это дело. То есть это все на самом деле, как ни странно, это все превращается в такой хаос. Хаос, где каждый понимает, что все идет, а просто потому что нет понимания целей. А разделяете ли вы мысль, что Европа, Запад, который нам сейчас помогает, где-то и боится вот этого непрогнозируемого распада, хаоса, чего-то. И именно потому, может быть, вот такими маленькими шажочками нам и помогают, чтобы хоть как-то прогнозировать, как будет меняться ситуация. Нет, я думаю, знаете, наблюдая за всеми этими нашими помощью, мне кажется, что это все-таки вот идет такая эволюция в мозгах у всех руководителей стран. Это скорее не связано с расчетом, что мы вам дадим меньше, чтобы вы сейчас в России не выиграли. Нет. Это просто вот идет действительно такая эволюция. Это эволюция гражданских людей, которые перестраиваются на военные рельсы. А Западом такая инерционная система. И поэтому пока этот процесс идет, пока эти мозги появляются, пока эти идеи появляются, пока их убеждают, надо долго убеждать. И мы этим занимаемся. Поэтому это связано с этим. Но то, что есть опасность, они видят эту опасность, что к власти России придет натуральная хунта, не вот это то, что сейчас, еще какая-то там, с какими-то там, определенные признаками избранный президент, какой-то там юридически правильный. А может быть натуральный, а просто хунта. Ну, условно, Пригожин Кадыров, там еще кто-то. Вот, какой-нибудь Суровик. Да, конечно, это их, это для них очень опасно. Они это очень боятся. Александр Владимирович, а где в этой всей схеме ухода Путина, распада России, смены режима и появления каких-то надежд в этой стране? Какое место в этом всем занимает российская оппозиция? Вам не кажется, что как-то их нет? Никакое. Их просто нет. Они находятся, как известно, в Европе, сидят и пристучаются на конференциях. Все это вот. Понимаете, российская оппозиция, она тоже всегда должна была быть персонифицирована. Все в России персонифицировано. Единственный российский оппозиционный лидер сидит в тюрьме. Вот. И с большими проблемами со здоровьем. Все. И больше там никого нет. То есть вообще никого. И никто их не знает. И они могут сколько угодно думать о демократизации и о чем-то еще. Они не фактор вообще. Ну, то есть, вот совсем. Удивительно так получилось. Но это действительно к вопросу о Навальном, который зачем-то приехал и сел в тюрьму. Был бы он сейчас на свободе даже в Европе, я думаю, что это была бы немножко другая все-таки ситуация. И другая история, поскольку все-таки Навальный, да, он... Ну, определенная часть населения, не может, не всех, не большинства, но определенной части он вызывал определенную симпатию. Вот. Но его нет все. Он сидит в тюрьме, там, болеет, в карции. Вот. Я думаю, что они постараются его сейчас уморить до конца уже, чтобы он даже не вышел оттуда. Но все остальное, вся эта компания, ну, то есть, поверьте, у нас, у Украины сейчас значительно больше рычагов влияния на ситуацию в России, чем у всей российской оппозиции имеется взятой. Увы. Спасибо. Спасибо, Александр Деленович. Это не страшно, вы так вдохнули. Господи, это нормально, все. Нам просто меньше надо обращать внимание, не, ну, если люди, они там пытаются некоторые из них что-то делать, там, как-то общаться с населением России, пусть общаются. Может, кто-то где-то услышит один процент. Ну, дай бог. Да. Спасибо. Александр Мартыненко был в нашем эфире, генеральный директор Интерфакс Украины. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А.